Детская поликлиника 5 в Ульяновске Сергей Морозов и депутаты встретились с родителями, чьи дети закреплены за поликлиникой номер 5 в Ульяновске. Напомним, здание признано аварийным и сейчас закрыто для посещения. Консультируют и принимают детей временно в соседней поликлинике номер 7. На встрече глава региона лично озвучил жителям микрорайона судьбу учреждения здравоохранения. Врачи и маленькие пациенты вернутся в уже обновленное здание детской городской поликлиники номер 5 в Ульяновске летом 2021 года. На капитальный ремонт медучреждения уйдет два года. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов, который накануне встретился с обеспокоенными родителями. Поликлиника в этом году начинает готовиться к капитальному ремонту. В проекте изменение бюджета по итогам 9 месяцев. Готовим проекты с метной документацией, проводим экспертизу и летом начинаем ее строить. Нам уйдет где-то в течение месяцев 8-9, год край. Глава региона добавляет, что вместе с поликлиникой преобразится и сам микрорайон. Мы все не переживайте. Параллельно мы с вами здесь должны будем посмотреть близлежащий весь этот микрорайон, как мы его будем приводить в порядок. И, конечно, вот эти все площади будем приводить, снимем весь асфальт, посмотрим здесь уличное освещение, поставим все самое современное. То есть это будет центр микрорайона. Напомним, помещение, где сейчас располагается поликлиника, построили в 1959 году. Аварийная ситуация в здании сложилась 6 лет назад. Тогда его признали ограниченно пригодным к эксплуатации из-за трещин в фундаменте. Велись косметические ремонты. Однако это не помогло. Результаты повторной экспертизы, сделанные позже, показали. Здание опасно. Доступ на территорию следует ограничить. Тогда в региональном Минздраве предложили три пути решения. Разные версии были. То ли снести это здание, то и отстроить здесь новое здание. Но опять это повлекло очень большие суммы. Их надо было где-то найти в бюджете. И срок очень далекий такой. Или же купить в каких-то новостройках. Самым оптимальным решением стало капитально отремонтировать здание. Сейчас 6300 детей, прикрепленных к пятой поликлинике, принимают в поликлинике номер 7 на улице Пушкарева. Временно туда переехала медперсона. А чтобы юные пациенты добирались до медучреждения с комфортом, проезд трамвая для них сделали бесплатным. Поликлиника, конечно, хорошая. После ремонта, записи особой. Проблем с записями особых у меня, по крайней мере, нет. Ни к лечащему врачу, ни к узким специалистам. Но все равно хотелось бы, чтобы вот как раньше, чтобы мы могли дойти спокойно с детьми в поликлинику. Однако многие родители с проблемами все же столкнулись. Их причиной стали огромные очереди в седьмой поликлинике и отсутствие записи к узким специалистам. К слову, сегодня медучреждение на Пушкарева прием ведут 11 профильных врачей. В медздраве возникшие трудности не отрицают. Длины очереди появились из-за технических сбоев. Записаться в регистратуре можно в любой день недели, не только в четверг. При наличии свободных талонов, если их нет, то регистраторы записывают в журнал ожидания. И в течение недели-двух, то есть, чтобы территориальные программы предусмотрены, отзваниваются родителям и сообщают, в какое время и дату их записали на прием к специалисту. Сейчас в журнале ожидания больше всего желающих к окулисту. Очереди ждут 30 детишек. Со слов главного врача, до 2 октября всех пациентов примут. Большая очередь скопилась из-за подготовки в школе и пребывания врача в отпуске. Развитие инфраструктуры детских медучреждений ведется в регионе с 2016 года. Эта работа плавно перешла в реализацию национального проекта здравоохранения. Сегодня улучшается материально-техническое оснащение не только городских детских учреждений здравоохранения, но и сельских. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. В 2017 году в День народного единства был заложен первый камень в строительство колокольги Спасского женского монастыря. За два года святыня выросла и преобразилась. Губернатор Сергей Морозов и митрополит Иосиф провели встречу на территории монастырского комплекса. Утраченные святыни Симбирской земли невозможно восстановить в полном объеме, но возродить некоторые из них все-таки удается. Спасский женский монастырь преображается с каждым годом. Напомню, в 2017-м в центре Ульянска восстановили корпус монашеских кельей и трапезной. Рядом появился и домовой храм в честь иверской иконы Божией Матери. Губернатор Сергей Морозов вместе с митрополитом Иосифом осмотрели ход ремонтных работ, а позже провели встречу в монастыре. Глава региона уверен в том, что вера необходима всем. Мне представляется о том, что человек без веры, человек, который лишен умения любить, человек обречен на неудачу. Губернатор и митрополит обменялись ценными дарами. Иосиф презентовал Сергею Морозову икону Сергия Радонежского. Морозов подарил митрополиту труд Николая Карамзина «Историю государства российского». Я просто радуюсь тому, что попал в такой город. Город такой исконно-русский. Очень приятно. Я в воскресенье просто прошелся по городу пешком. Походили, посмотрели. Вы были здесь, в Спасском монастыре. Очень теплое впечатление от города. Я очень благодарен вам за ваш такой теплый прием. Сейчас завершается возведение надвратного храма в честь новомучеников Симбирской земли. На нем установлены колокола, купол и крест. На территории Ульяновской области митрополия и государственная власть тесно сотрудничают. Строительство новых святыней, возрождение разрушенных. Эти задачи выполняются сообща. Дружба светских и духовных руководителей уже принесла свои плоды. За последние несколько лет построено и восстановлено 24 храма. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Ульяновские депутаты выбрали себе приоритеты. Задачи на предстоящий сезон озвучили на съезде депутатов, представительных органов, местного самоуправления и законодательного собрания. Подробнее в материале наших корреспондентов. Подвести окончательные итоги прошедших выборов, а также озвучить планы на предстоящий депутатский сезон. Об этом шла речь на прошедшем масштабном съезде депутатов, представительных органов, местного самоуправления и законодательного собрания. Муниципальная власть самая близкая к народу и самая массовая, поэтому от эффективной работы депутатов в районах зависит и благополучие жителей. В рамках съезда прошли несколько дискуссионных площадок и практических тренингов, где парламентарии вместе с членами правительства и общественниками обсудили вопросы создания стратегического развития муниципальных образований и эффективности работы депутатов. Поговорили и о формировании бюджета на следующий год. Я думаю, что такие встречи нам и впоследствии помогут именно качественно работать с доходной частью, потому что напрямую от нее зависит и расходная часть. Сколько мы дорог построим, сколько школ отремонтируем, детских садов, домов культуры и так далее, потому что потребности растут с каждым годом. По окончании дискуссионных площадок в Большом зале заседаний прошло пленарное заседание съезда. Сергей Морозов поздравил вновь избранных депутатов с уверенной победой, выступил с напустиной речью, пожелав дальнейшей плодотворной работы на благо жителей региона. Вы смогли сформировать вокруг себя уникальные площадки или, как мы сейчас говорим, коммуникационные площадки, стать настоящими народными лидерами. Это вы помогли нам и, прежде всего, конечно, себе нащупать объединяющие людей темы. Глава региона призвал депутатов ориентировать свою работу на решение проблемы избирателей и реализацию национальных проектов. На последних остановились более подробно. Председатель законодательного собрания Валерий Малышев предложил коллегам закрепить за каждым объектом, реализуемым в рамках нацпроектов, конкретных депутатов, причем всех уровней, от муниципального до федерального. Считается вопросом закрепить за каждым конкретным объектом конкретных депутатов. Задача – постоянно контролировать, как объекты ремонтируются, строятся, финансируются, используются национерами и оперативно пить переборки. Вновь избранные депутаты пообещали, основное внимание в своей работе будут уделять выполнению наказов избирателей и тех проблем, которые беспокоят жителей их избирательных округов. Сейчас мои основные направления все-таки – это благоустройство дворов и работа в рамках моего фонда «Забота и помощь». Это активное долголетие для пенсионеров, безопасность и досуг детей и бесплатная юридическая помощь для населения. На данный момент депутатский корпус в Ульяновской области насчитывает 1567 человек. Совместное усилие правительства, муниципалитета и самих граждан помогает менять внешний вид городских и сельских микрорайонов. О том, что сделано в микрорайоне «Мостовая» в Ульяновске в рамках программы «Комфортная городская среда ТОС» в нашем следующем материале. За счет собственной активности на бюджетные деньги микрорайон «Мостовая» в Ульяновске продолжают благоустраивать. Второй год подряд территориально-общественное самоуправление «Мостовая слабота» становится победителем программы «Комфортная городская среда ТОС». Проект инициировал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В прошлом году за счет проектных денег в поселке установили ливневую канализацию. Здесь раньше она была земляная, сейчас здесь лотки, прочистные колодцы. Показали последние дожди, показали, что она функционирует. Конечно, если за ней будут ухаживать в дальнейшем, то она и будет функционировать. Не будет ухаживать, она также забьется. А в этом году восстановили ливневку на улице Звездная. На этой улице рабочие также расширяют проезжую часть и устанавливают бордюры. Я вот здесь 87-го года живу, вот, все идет в лучшую сторону. Вот построили детскую площадку у входа, потом тут асфальтируют сейчас. И зимой дороги стали намного лучше. На машинах ездят хорошо, а раньше было как-то, колья было, все было неудобно. Вот сейчас тротуар будет, дай бог, бог Аллах. Вот, все будет нормально, думаем. Новый тротуар и бордюр в этом году появились и на Центральной магистрали микрорайона. Кроме того, программа позволила закупить пожарный гидрант, колонку и водопровод длиною 180 метров. Своими силами жители докупили трубу и колодец. Таким образом, водопровод увеличится еще на 70 метров. А на улице Тополевый переулок проходят раскопки для будущей системы водоотвода с улицы Российской. Это тоже у нас еще проект прошлого года. У нас оставались материалы, закупленные с прошлого года, трубы, пластиковые трубы на 500. Вот сейчас дорогу перекопали, будет уже отвода отведения уже с стороны горы улицы Российской, чтобы воду отвезти в Дрожную каналу. До конца года в рамках проекта на двух улицах микрорайона установят дополнительные уличные фонари. В Димитровграде обустроят еще один парк. Речь идет об общественной территории, которая благоустраивается в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Название парка уже дано «Молодежный». Наши коллеги из Димитровграда выяснили, где именно будет новая зона отдыха, что планируют сделать и почему до сих пор непонятна итоговая стоимость объекта. Западный район Димитровграда. Территория за центром культуры и досуга «Восход». Именно здесь, в лесном массиве за жилыми домами и будет расположен новый парк. Мы идем из многопрофильного лицея, воздух замечательный, а когда опускаешь глаза, полюбоваться на листву, конечно же, мусор, ветки. Ну, конечно же, территорию нужно благоустраивать. Поэтому хорошее дело задумано, и оно должно быть сделано. Сейчас это трудно назвать местом для культурного и спокойного отдыха. Густые заросли привлекают разве что бродячих животных. В настоящее время в рамках реализации федеральной программы создания современной комфортной среды у нас на территории парка «Молодежный» будет двухэтапная строительная монтажная работа благоустройства самого парка. В этом году, в 2018-м, мы будем делать только первый этап – подготовка самой площадки для проведения уже самих непосредственных работ благоустройства в следующем году. Так, до конца этого года с территории будущего парка обещают вывести весь мусор, убрать сухостой, поросль до 5 сантиметров в толщине ствола дерева и поваленные деревья. Это обойдется трем бюджетам – федеральному, региональному и городскому – более чем в 1 миллион 200 тысяч рублей. Сами деревья, все зеленые насаждения, которые у нас здоровые, признанные экологами, нормальные, мы их все по максимуму сохраним. Сейчас территория парка соединяется между собой тремя старыми асфальтными дорожками. Их обещают восстановить. Сейчас я наблюдаю запущенную территорию, что валяются у нас деревья, какие-то дорожки непонятные, что можно ногу сломать, пока идешь. А в будущем, я надеюсь, здесь будет уже такая, как говорят, развитая инфраструктура, что мы будем ходить и наслаждаться просто прелестью окружающей действительности. Хотелось бы к этому прийти. В следующем году планируют докомплектовать территорию лавочками, урнами и освещением. Еще здесь, согласно проекту, должно появиться эко-покрытие и современная детская площадка из дерева. Спокойный парк в лесу, потому что, когда мы проводили общественное слушание, у нас жители сказали, нам желательно они привыкли к здесь тишине спокойствия, то есть, как сказать, здесь городить чего-то мы не будем. Предполагается, что в мае 2020 года будут объявлены торги на проведение работ по итоговому благоустройству парка «Молодежный». Общую стоимость объекта нам назвать не смогли, сославшись на отсутствие итоговой ПСД. Активная Демитровградская общественность пока не приняла окончательный вариант благоустройства. Средства выделяются из расчета, что 70% работы оплачиваются из федерального бюджета, 25% из регионального и 5% из городского. Наталья Васильева, Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Демград-24. Специально для Улправ ДТВ. МЧС предупреждает. В Ульяновской области ожидается сильный дождь и порывистый ветер. 19 сентября в регионе ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Так, в большинстве районов Ульяновской области в этот день ожидается сильный дождь и сильный западный ветер с порывами до 16 и 21 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 11 градусов тепла. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова